так вот мне попросили кризис протестировать здесь сейчас разрешение 4к настройки все максимально смысле там которые максимум возможный энтузиаст стоят вот и по кадрам сейчас вот выдает примерно 50 кадров фресинг все отключены то есть в этом сейчас прологии показывала 3000 кадров иди сюда нельзя расстрелять он просил аж до 46 вот такая старая игра а по показателям примерно как метро эксодес может это наверное скорее камень в огород метро эксодес так ну вот она показала 4800 36 очков у меня кстати мой старый radeon r9 270 по моему больше показал там правда настройки были другие 12000 уже получше чисто только графика так меня еще спрашивают что будет если снизить напряжение вот здесь стоит у нас на 1800 мегагерцах кстати по графику сколько он там выдавал но 1800 да вот и работает я не знаю почему здесь показывается пиццу она ее мая тут средний арифметическая то есть нас простой он вообще 25 мегагерц и код 1802 так то есть вот например 1800 мегагерц мегагерц частота 1120 милливольт то есть у нас там про хай-тек они там на сто двадцать он говорил снижали давайте посмотрим ну так вот 999 допустим применить украли давайте сейчас опять прогоним тест значит при снижении напряжения на 120 милливольт показания у нас очки те же остаются вот единственное что изменилось так сказать наглядно когда гонялся тест сначала вентилятор даже не успел выйти на максимальные обороты и затем он вышел и работал чуть менее шума так сказать меньше оборотов было то есть прошлый тест было оборотов чуть больше соответственно чуть больше шума было но на самом деле вообще как бы ни разу не категорично есть так вот сиди рядом с компьютером поэтому никакого смысла от этого и нету так сколько у нас там было 1120 хочу мучить просто есть брос но еще можно такой вариант попробовать например автоматическое снижение чистоты ног сейчас попробуем применить опять еще раз тест прогнать автоматическое снижение но также нам ничего не дало по оборотам шуму аналогично полностью автоматической работе то есть это вообще ничего не дает то есть ручной ручной снижение она дала небольшое падение работы вентилятора вот такой вот автоматическое снижение напряжения вообще ничего не дает все конечно же только для бенчмарка потому что возможно в каких-то играх все эти конечно показания будут совсем другие окно что раз попробовали автоматическое снижение напряжения давайте попробуем автоматический разгон и что же у нас будет эй ты чё не хочешь нажиматься так автоматический разгон гп предупреждает продолжить и применить и и все повисло аууууууууууууууууууууууууууууу компьютер ха 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 но эффект есть ха 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 в общем пришлось сбрасывать чтобы живить компьютер ну что давайте попробуем еще может быть какой-то глюк автоматический разгон применяем что-то там мелькнуло при автоматическом разгоне видел карта взвыла просто как пылесос становится страшно так что этот метод подходит только ради теста я бы не стал играть за компьютером таком шуме чистоту он выдает в автоматическом разгоне 1900 по температуре опять таки сложно судить потому что указывает что зря классный шланг подключу просто системы вот и начну пылесосить вот видите надпись родного вы думаете это светодиоды горя это так чип раскаляется и светится выдала 12 900 уже то есть прирост 3 с половиной процента где-то при этом шум такой что кошмар эту функцию я не буду включать ну и нафиг от греха подальше раз уж тут есть давайте попробуем автоматический разгон памяти что это вообще что он дает сейчас опять запустим тест в общем с функция разогнанной автоматического разгона памяти то есть получается память 1000 до 1070 разогналась при этом частота графического процессора штатная остается порядка 1800 работа вентилятора также штатная как в обычном режиме вот ну а по очкам у нас получилось так то все вроде нормально шло но вот в итоге выдал 0 поэтому сравнить не могу на не думаю что там что-то изменилось вот поэтому нет никакого смысла то есть получается сейчас я верну вручную то есть есть результат если мы сделаем автоматический разгон у нас получается небольшой прирост но очень большой шум вот и еще если мы вручную будем снижать вольтаж тоже у нас чуть-чуть падает оборот вентилятора при этом производительность бенчмерки остается прежней чуть тише начинает работать но на самом деле особой тоже разницы нет еще попробую с вентиляторами похимичить решил еще раз прогнать с разгоном автоматической памяти за артефакт или появились такие цветные всякие точечки полосочки на экране и в общем на бенчмарк вырубила и компьютер ушел в ребут сейчас попробовал включить тест вентилятор в ручном режиме настройка стояла но штатная вот и они убрали такой баг когда раньше на старой версии драйвера но смысле вот этой программой 19 2 при включении ручного режима и запуске каком-то каком-нибудь приложении вентилятор врубался на сто процентов просто дул как пылесос сейчас такого нет то есть он работает на своих положенных оборотах согласно программе судя по графику и температура держится в районе 70 градусов но я опять же не стал бы доверять этим графиком огнем нашите вот здесь вот красный 69 70 градусов вот и я в общем как думаю сделать то есть у нас вот она идет график работы скорости вентилятора то есть смотрим 60 70 градусов то есть вот этот диапазон и я думаю если приподнять здесь попробовать обороты вот чтобы она не выходила на очень высокую температуру то есть как бы пусть они более высокие обороты на низах посмотрим потому что возможно будет более низкой температуры это не будет давать видеокарте выходить на более высокие но попробуем так сказать попытка не пытка попробовать тест прогнать нет в общем лучше не становится наоборот только хуже и шумнее вот моя теория не сработала с тем что повысить обороты на низах тем самым она дольше не будет нагреваться все равно то есть какой-то стоит у нее алгоритм при котором обороты фиксированы то есть растут до определенных значений то есть то что вот этот полоску так идет она ничего не значит потому что по графику вот все равно ступенькой работает то есть например низшая скорость средняя скорость и высшая скорость то есть как настроены видны вентиляторы там по вольтажу вот так что не стоит этим заморачиваться автоматический режим самый тихий самый простой и беспроблемный вот сейчас еще что значит можно интересненько попробовать а что если мы уберем чистоту кажется звучит глупо кстати работает тоже за багон то 1200 1700 например 1700 если применить сейчас запустим тест при снижении частоты до 1700 мегагерц алгоритм работы вентилятора принципе повторяет тот где был у нас автоматическое снижение или не было где мы снижали напряжение да только напряжение оставляя частоту при этом у нас упала производительность то есть бенчмарки где-то на четыре процента сейчас я для просто уже забыл повторим прошлый тест снижением только напряжение без чистоты так нового значит частота 1800 стандартная а напряжение на 120 милливольт меньше даже чуть больше тут 122 получается 998 милливольт вот сейчас попробуем запустить тест опять посмотреть она будет по графикам и производительности в общем что у нас значит получается при снижении частоты до 1700 мегагерц обороты у нас вентиляторы где-то порядка 2 700 вот температура примерно 65 затем на частоте 1800 штатная частота и при снижении вольтажа алгоритм у нас вентилятора остался то есть тоже порядка 2 700 температура 65 на втором прогоне опять вентилятор скорость поднялась до 2 800 это даже чуть больше ну и температура при это же 64 65 вот так что по сути тесты все эти полная ерунда ставьте видеокарту и не заморачивайтесь так я сейчас это все дело сброшу поставлю режим по дефолту и пусть это все работает вот а что касается снижения шума вентилятора лично я жду возможным zxt как сказать но сделают чтобы их кронштейн g12 под водянку подходить подвиги и попробовать свою двухсекционную водянку тот кракен x62 подключить к видеокарте а для процессора купить маленькую водянку односекционную типа m22 потому что процессор ничем не нагружается и очень холодный и поэтому ему даже этой водянкой она по сути только для красоты стоит вот и у меня есть такие планы подключить водянку к видеокарту в будущем возможно тогда получится победить шум но мне на самом деле это не столь критично потому что видеокарта очень хорошо себя ведет забыл сказать что комнатная температура при проведении тестов где-то получается 20 сколько 7 градусов